Жители поселка Орлах замерзают в собственных квартирах. Температура в комнатах не поднимается выше 17 градусов. Такая же ситуация в социальных объектах. Школьные занятия дети посещают в верхней одежде. Почему возникла проблема и когда же в дома поселка придет тепло, узнала Августа Степанова. Очень холодно, видите, как я одета. Почти никогда так не ходила. Настоящие морозы впереди, но жители села Орлах уже не знают, куда деться от холода. В своих квартирах они ходят в верхней одежде. Не спасают ни евроокна, ни включенная печка. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. В первом этаже вообще там дети с маленькими детьми живут. Четыре маленьких детей. Молодые. На третьем этаже живет инвалид. Батареи не нагрелись должным образом почти во всех домах села. А их в Орлахе почти 200. Ситуации не лучшие в социальных объектах. В школе в некоторых кабинетах температура не превышает 12 градусов. В кабинетах второго этажа и в спортзале температура воздуха колебалась в эти дни от 9 до 12 градусов. Что явно не соответствует требованиям СанПИН. У нас дети занимаются иногда в верхней одежде. И, конечно же, у нас уроки сокращаются до 40 минут. И, естественно, учителя и дети мерзнут в это время. С жалобами на отопление сельчане обращались в разные инстанции. По их мнению, причина проблемы в новой газовой котельной. Везде холодно. Ну, скажем, хотели как лучше. Но считаем, что новое оборудование должны все устранить, пока нету сильных холодов. Котельная новая. Ее ввели совсем недавно. Работает она в тестовом режиме. Сегодня здесь завершаются пусконаладочные работы. Данные работы будут проводиться до декабря месяца. В этот период будут проведены все пусконаладочные работы, настроены все режимы. И определены уже тепловые режимные карты, как будет работать котельная уже в данном отопительном сезоне. Вопрос теплоснабжения на постоянном контроле утверждают инженеры предприятия тепловодоснабжения. По завершению испытательных работ ситуация в поселке должна измениться. Вопрос абсолютно находится на контроле. Никто никому не дает замерзать. Поэтому мы для этого и находимся здесь, чтобы вывести котельную на нормальный режим работы. Орлахсам остается только надеяться. С выводом котельной на нормальный режим работы в их домах станет теплее. Обещают энергетики. Августе Степанова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин С Juried